ПОЛИГРАФ Полиграф, известный как детектор лжи, реагирует на физиологические изменения. Распознать неправду позволяют участившееся дыхание, ускорившийся пульс и повышенное давление. Вывести же на чистую воду лживых псевдожурналистов можно одними лишь неопровержимыми фактами. Какие нелепые перекручивания и передергивания происходящего насочиняла российская пропаганда за обминувшую неделю? Давайте проверим. Я, Дмитрий Григоренко, приветствую вас. Если бы анекдот о виноватой невестке придумали в так называемой ЛНР, то на месте той самой невестки всегда бы была украинская власть. На этот раз, по версии тамошних так называемых журналистов, именно по вине вездесущей невестки в Луганской области, так и не состоялось долгожданное открытие двух контрольно-пропускных пунктов. Смотрим. Ожидаемое жителями Донбасса открытие новых пунктов пропуска в счастье золотом не состоялось. Украина вновь саботировала выполнение взятых на себя обязательств. Нельзя сказать, что это нас удивило. Как неудивительно и провокация Киева, отправившего людей пешком через серую зону. Мы готовы к открытию. Украинская сторона нет. Как мы и прогнозировали, золотое оказалось мало востребованным, счастье более популярно, даже при не очень удобных условиях с точки зрения пешеходов. Но именно счастье Украина и тормозит. Все было бы именно так, если бы не наоборот. Как же на самом деле? 28 октября участники очередного заседания трехсторонней контактной группы с участием делегаций Украины и Российской Федерации договорились об открытии двух контрольных пропускных пунктов на Донбассе с 10 ноября. Но, видимо, не все заботятся о благополучии граждан. Последующие дни украинская делегация предупреждала о срыве российской стороной договоренностей. Цитирую, российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганщины в обе стороны линии разграничения, объясняя отказ мелкими техническими деталями. Конец цитаты. Более того, украинских граждан возвращали на подконтрольную Украине часть линии разграничения, людям пришлось пройти в общей сложности около 6 километров. И, разумеется, обвинить во всем по старинке можно было бы украинские власти. Только вот демарш подконтрольных Кремлю боевиков, заблокировавших пересечение новых КПВВ, был очевиден даже далеко за пределами Украины. Великобритания разочарована, что новые КПВВ в «Золотом и счастье» пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. Российская Федерация должна выполнить свои обязательства и призвать своих ставленников немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии соприкосновения. Германия и Франция приветствуют завершение строительства двух новых переходов на линии соприкосновения. Таким образом, Украина выполняет свои обязательства, которые Россия, Украина, Франция и Германия согласовали в нормандском формате в выводах Парижского саммита 9 декабря 2019 года. «Мы призываем Россию и незаконные вооруженные формирования немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области». Глашатые непризнанных республик врали, не сговариваясь. А не мешало бы. Ведь если в так называемой ЛНР заявили, что это Киев сорвал договоренности, то в так называемой ДНР проговорились, что боевики и не планировали открывать пункты пропуска. Якобы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Очередная циничная подача со стороны официального Киева. В одностороннем порядке во вторник, 10 ноября, Украина решила открыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Ни в ДНР, ни в ЛНР по понятным причинам этот шаг не поддержали. Напомню, закрытие границ Украины – мера вынужденная, на которую пошли, чтобы не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на нашей территории. Выходит, что договоренности об открытии пропускных пунктов сорвали именно боевики. На разный лад обвинив в этом Украину. Однако, нам ли привыкать к такой риторике? Снова в российском театре абсурда любимейшая постановка пропагандистов о том, как железная рука Запада крепко сжимает горло украинской политики. И участвуют в этом представлении не только кремлевские массовики-затейники, но и их пророссийские единомышленники в Украине. Традиционно подогревают ненависть к Международному валютному фонду. Зачем подливают масло в огонь? Давайте проверим. Тема сотрудничества Украины с Международным валютным фондом российские пропагандисты не первый год уже жуют, словно импортную жвачку в СССР. Всем двором. Впрочем, даже некоторые украинские СМИ охотно тиражируют мифы о коварном МВФ и Украине в роли жертвы и вряд ли потому, что не могут найти объективной информации по этому поводу. Он был президентом Порошенко, который в угоду каких-то своих преференций, каких-то своих частокоростных интересов торговал национальными интересами Украины и, внимание, финансовыми интересами и возможностями наших граждан, обязал их платить за тарифы, которые значительно выше, чем того требовали даже наши внешние управленцы. Сейчас взят курс на обескровливание нашей страны. То есть нас воспринимают исключительно, знаете, как такое пастбище, где можно вот покормиться, можно подоить корову и ничего взамен не предложить. Я имею в виду транснациональные корпорации, мировых спекулянтов, которые заходят на наш рынок. Украина – марионетка Запада и одним из центров управления, откуда отдаются команды Киеву, якобы является МВФ. Именно эту свежую мысль пытаются вбить в голову зрителям псевдожурналисты, политики и так называемые эксперты на различных ток-шоу. Зачем им это нужно? Давайте проверим. Начнем с матчасти. Международный валютный фонд, созданный в 1945 году, специальное агентство ООН, в состав которого на сегодняшний день входят 190 стран мира. Все члены организации платят взносы в общую казну фонда, чтобы в случае возникновения проблемы с платежным балансом иметь возможность обратиться сюда за кредитами под низкие проценты. Взамен попечители МВФ настоятельно рекомендуют предпринять ряд мер, цель которых – устранить те проблемы, которые и вынудили страну одалживать. Таким образом фонд обеспечивает как локальную, так и общую глобальную валютную стабильность во всем мире. Международный валютный фонд преследует две цели. Это помогать странам достигать баланса в их бюджетах, то есть недопущение высоких дефицитов бюджета и, как уже упоминалось в целях МВФ, вопросы торговли. То есть недопущение сильного разбалансирования платежного баланса, в первую очередь такого его показателя, как текущий счет. История активного сотрудничества Украины и МВФ началась в 1994 году и с тем или иным успехом продолжалась при всех президентах страны. Особенно острая необходимость в кредитных средствах у государства возникла в 2014 году с началом российской агрессии. Тогда в фонде на запрос из Киева одобрили займ на сумму почти 11 миллиардов долларов, которые планировалось перечислить на счет государственного казначейства несколькими траншами, в зависимости от выполнения ранее согласованных условий. Эти рекомендации, среди прочего, предусматривали реформирование банковского сектора, внедрение рыночных тарифов на коммунальные услуги, проведение реформ пенсионной системы, сфер образования и медицины. Когда страна нуждается в каких-то средствах, это могут быть разные причины, но, как правило, это потребность в валюте для нужд государства. Государство, член Международного фонда, обращается к Международному валютному фонду и говорит о том, что хочет получить какую-то определенную сумму. И вступает в переговоры с соответствующим департаментом МВФ, при этом предлагая, что очень важно, программу решения той или иной проблемы в течение срока действия вот этого кредита, этой кредитной линии. Соответственно, не только в 2014 году, но и вообще вся история взаимоотношений Украины и МВФ, начиная с 1994 года, это в первую очередь решение украинского правительства, что делать для того, чтобы стабилизировать либо внешнюю торговлю, либо стабилизировать эфициент бюджета. МВФ – неблаготворительная организация. Когда фонд выделяет миллиардные кредиты, то хочет быть уверен, что сторона-заемщик будет в состоянии их в будущем вернуть. В случае с Украиной такой гарантией является, с одной стороны, обязательство, которое взяло на себя правительство, с другой – стабильное развитие рыночной экономики, которая должна строиться на принципах равенства возможностей и свободной конкуренции. Выходит, что МВФ кредитами и экспертными рекомендациями помогает Украине развиваться и укреплять экономику. Это в интересах фонда как кредитора, в интересах Украины, но очень не нравится Москве. Так может, вовсе не о независимости Киева переживает в Кремле? С паспортом России в Украине тебя ждет концлагерь. Смешно, правда? Только вот для потребителя кремлевских побасенок это вовсе не шутка. Со всей присущей важностью такими сказками его устрашают в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тоном, который практически не оставляет зрителю выбора – испугаться или рассмеяться. Людям запрещают уже с русскими паспортами жить на территории Украины, готовят концентрационные лагеря. Причем идти туда обязательно конвоировать, согласно этому законопроекту, людей с российскими паспортами обязательно пешком. Это опять отсыл к тому, что делали нацисты. Серьезно? Ну что ж, давайте проверим. 8 февраля 2006 года Украина приняла закон и взяла на себя международные обязательства по содержанию военно-пленных и интернированных лиц в соответствии с нормами Женевской конвенции. Для урегулирования этого закона Кабинет министров разработал новый документ. Законопроект определяет, что означает термин «интернированная личность», кто будет сопровождать таких людей на территории Украины, кто будет заниматься их отселением, ну и так далее. При этом в документе ни разу не указывается конкретное гражданство. Это касается лишь тех лиц, кто непосредственно может причинить вред Украине. И именно этот законопроект вызвал истерику у псевдоэкспертов. Интересно, а знают ли они, что в Украине существует еще один документ о правовом режиме военного положения? И в этом законе есть пункт о принудительном поселении граждан стран, которые совершили агрессию в отношении Украины и которые угрожают национальной безопасности нашей страны. Но несмотря на то, что закон уже несколько лет позволяет интернировать людей, которые разрушают устои украинского государства, в Украине нет никаких лагерей и локаций с принудительно поселенным населением. А еще в курсе ли так называемые эксперты, что и в российском законодательстве прописаны нормы интернирования? Впрочем, как и во многих других странах. Государство имеет полное право защищать своих граждан и суверенную территорию. А вся та пламенная речь псевдоэксперта – попросту наглая ложь. Те, кто хочет жить мирно и соблюдать законы Украины, могут не беспокоиться. Их права как не нарушали, так и не будут нарушать. В погоне за партийными интересами пропагандистам ничего не стоит приписать человеку несуществующую болезнь. Так, на прошлых выборах в США у кандидатов президента Хиллари Клинтон неожиданно появились проблемы со здоровьем, о которых не догадывалось даже здоровье Клинтон. Подробности этой истории 2016 года далее. Здоровье Клинтон пошатнулось. Новости с похожими заголовками в августе 2016 года облетели российские СМИ, которые работают на западную аудиторию. В частности, подобные материалы обнародовали пропагандистские телеканалы «Спутник» и «Раша Тодей». И поводом стало неофициальное заявление Хиллари Клинтон или ее штаба о болезни, а всего лишь фотография. На ней запечатлен момент, как тогдашнему кандидату в президенты США от демократической партии помогают подниматься по ступенькам. Старт этой информационной кампании дал пост в Твиттере. Опубликовал его пользователь с ником Carolina Opinion. Он же дописал, что Хиллари необходимо отказаться от президентской гонки ради собственного здоровья. Вот только эта липовая забота о кандидате от демократов была ничем иным, как подыгрыванием ее оппоненту-республиканцу. Раздувая опасения о здоровье Хиллари Клинтон, российские СМИ, ссылаясь на обычную анонимную твиттер-страницу Каролайна Opinion, называли ее информационно-аналитическим порталом. Вскоре предположениями о болезни Клинтон поделились и другие небольшие интернет-ресурсы, которые активно поддерживали ее главного соперника Дональда Трампа. Хиллари упрекали в том, что она скрывает правду о своем здоровье от американского народа, что она не сможет исполнять обязанности президента США. Вскоре выяснилось, что тот неловкий для Хиллари Клинтон момент, запечатленный на фотографии, никак не связан с ее якобы недомоганием. Кандидат просто поскользнулась на ступеньках и ее поддержали, не дав упасть. Больная Клинтон – один из самых массово растиражированных фейков предыдущей президентской избирательной кампании в США. Ничего на свете лучше нету, чем привиться российской вакциной от коронавируса. Так считают псевдожурналисты псевдореспублики на территории Луганской области Украины. Но верят в это, похоже, только они. Ну или делают вид, что верят. Посудите сами. Есть информация, что украэлитки испугались критического роста заболевания короной и срочно привились, разумеется, российской вакциной. Не захотели рисковать. При испытании китайской и американской были случаи смерти прививаемых. А после первой прививки под видом заболевания ушли на изоляцию, чтобы успеть выработать антитела. А как же простые люди? А никак. Не раньше конца марта следующего года. И то не точно поступит западная вакцина на Украину. А российская строго запрещена. Хотя, как видим, не для всех. Откуда взялась такая информация, мы, наверное, никогда не узнаем. Но все-таки давайте проверим. Речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском, о главе офиса президента Андрея Ермаке, министрах и депутатах, которые действительно заболели коронавирусом. Во время самоизоляции президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили, в частности, и о вакцине. Зеленский обратился к Меркель с просьбой о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках Международного фонда COVAX. Этот препарат разрабатывают совместно фармацевтические компании Pfizer и BioNTech. И в ходе третьей фазы испытаний эта вакцина продемонстрировала эффективность на уровне 90%. Что касается российских вакцин, их на сегодня две – «Спутник-5» и «Эпивак Корона». Обе тоже на третьей стадии клинических испытаний. Но при этом вакцины уже вводились людям. В частности, единственный украинский политик, который заявлял о вакцинации российской вакциной, был кум Владимира Путина Виктор Медведчук. А вот сам Путин еще не вакцинировался, судя по заявлениям его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Посыл фейкеров очевиден. Российская вакцина – самая эффективная. И украинская элита, якобы скрывая это от населения, уже вовсю использует разработку соседей. Но это лишь очередной полет фантазии представителей так называемых масс-медиа. Чем больше информации, тем больше фейков. Полный локдаун весной, смягчение карантина летом и вот под конец осени правительство вновь вводит ограничения. Правда, только на выходные. Эпидемия не отступает. Количество информации увеличивается с каждым днем. Причем как правдивой, так и фейковой. Поэтому сегодня я подготовила три новости. Первая. Более 20 миллиардов гривен из госбюджета было потрачено на медицинские нужды за 7 месяцев пандемии коронавируса. Новость правдивая. Вторая. В мире зафиксировали всего 6 доказанных случаев повторного заражения COVID-19. Тоже правдивая. Третья. Кабмин ввел карантин праздничного дня на Новый год. Новость ложная. Смогут ли украинцы определить, где правда, а где ложь? Сейчас проверим. Меня зовут Милиана Медеда, телеканал Дом. Поехали. Думаю, третий фейк. Почему так считаете? Ну, потому что до Нового года еще есть время. И как его можно вести? Праздновать Новый год, запретить дома или во дворе? Я думаю, это невозможно. Может быть, не будет там в детском саду Нового года, но людям запретить невозможно. Про 20 миллионов, что в Кабмин потратил, это, мне кажется, ложное. Думаете, больше или меньше? Меньше. На Новый год еще не вводили на Новый год карантина. А вы отслеживаете, да, информацию по этому поводу? Ну, как-то так, отслеживаю. Что вы делили столько денег, это неправдиво на это. Потому что я слушала передачу, и там вроде бы говорили, что это все неправда. Другая. Так сразу. Информация про количество хворых и про количество других. Повторно, ну, людей, которые заболели, ну, известно, про это все знают. Эту информацию поведомляют, как ВОЗ, так и украинские ЗМИ и Министерство охраны здоровья. Тому думаю, еще другая. Это считается, что на самом деле больше этих случаях? Ясно, известно. Кабмин ввел карантин на Новый год. Считается, что это ложная новость? Да. Первая и третья – это правдивая, а вторая – ложная. Думаете, что больше случаев или меньше? Меньше. Наверное, про карантин, про с чего дня. Почему? Ну, это какой-то обряд, я считаю. Поэтому эта новость может быть фейковая? Да. Про Новый год и Кабмин. Потому что у нас, в общем, есть выходной день. А это не одно и те саме. Как гадаете, взагалі может таке быть, чтобы ввели святковую? Ну, я не думаю, что, ну, и так нам вистачить картину святкового дня, что, врештой, не так и, напевно, погано, так и что мы его сегодня не можем еще, ну, не вміємо просто оценить. А наслідки будут пізніше. Так что, если на Новый год вот тут не будет цього базару традиционного, тем, что каких-то вещей не будет, то это как раз может сбегаться, и это будет абсолютно нормально. Наверное, третья. Уверены? Ну, нет, конечно, но скажем, да. Конечно, не уверены. Ну, про первую, вторую не знаю. Да, не знаю. Поэтому третья. Мне кажется, первая, вторая более-менее что-то так похоже на правду. Третья вроде как нет. Такого не читала, по крайней мере. Ты слышала, вот такая печальная новость. В эпоху обилия фейковых новостей одним из самых действенных способов им противостоять остается давний завет – держать голову в холоде. Только здравый смысл, медиаграмотность и критическое мышление помогут вам отличить фейк от правдивой информации. Не позволяйте обвести себя вокруг пальца. Обязательно проверяйте новости, в которых сомневаетесь. А если встретите информацию, которая показалась вам подозрительной, оставляйте ссылки на нее в комментариях под нашей программой на канале Дом, в Ютьюбе или Фейсбуке. Будем проверять вместе. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...